всем огромный привет моим подписчикам тем кто видит меня в первый раз меня зовут мария рада приветствовать вас на своем канале сегодня будет очередная серия фитнес дневника сегодня мы с вами поговорим о моих тренировках я расскажу как именно я организую свои тренировки сколько раз в неделю какие у меня тренировки что они включают и также я отвечу на один из популярных вопросов по фитнес теме какие мои самые любимые упражнения в зале если вам интересна тема здорового образа жизни фитнеса если вам интересен мой фитнес дневник вы хотите узнать все о моих тренировках то оставайтесь на желаю вам приятного просмотра также конечно же я хотела бы с вами поделиться своей радостью великой а у меня теперь новый нормальный свет это конечно я думаю что на фитнес дневники не сильно повлияет потому что тут свет не главное тут главная информативность видео но думаю что на моем канале теперь будет больше видео о декоративной косметике больше видео с качественными сфотчами также больше макияжей и каких-то таких более интересных видео для тех кто любит именно косметику а для тех кто любит здоровое питание фитнес спорт зал и все остальное то для вас это прекрасное видео и мы начинаем и так прежде всего хотелось бы поговорить именно о количестве тренировок какие у меня тренировки что касается количество тренировок то я стараюсь чтобы у меня в неделю выходило 2 силовых тренировки также я стараюсь чтобы меня выходил один день йоги потому что езж у меня тоже очень нравится меня его расслабляет она очень помогает мне с проблемами со спиной так же мне Мне необходимо кардио. Если вдруг у меня получается, что в неделю у меня меньше времени, и я не смогу сходить 4 раза в зал, я жертвую именно кардио. Я разбиваю его, я стараюсь оставаться дольше в зале именно в дни силовых тренировок и заниматься дольше кардио, то есть, допустим, бегать не полчаса после основной своей тренировки, а, допустим, минут 45, час, допустим. Что касается того, что некоторые считают, что кардио после силовой тренировки мешает тому, чтобы наращивать массу, естественно, я согласна, что лучше разделять силовые тренировки и кардио тренировки, с этим я согласна. Но если вдруг так получается, что я не могу их разделить, у меня не хватает времени, чтобы у меня было кардио отдельно, я считаю, что лучше его сделать после силовой тренировки, нежели его не сделать вообще. Что касается моих силовых тренировок, они у меня разделены не по стандартному принципу, как у основного, наверное, количества занимающихся, которых я знаю, девушек именно, один день вверх, один день вниз. Ну, это так очень упрощает всю эту схему. У меня получается, что у меня одна тренировка базовая, другая тренировка, она больше на изоляцию, скажем так, и на немного более мелкие группы мышц, как я их для себя подразделяю. То есть у меня одна тренировка идет, базовая тренировка на спину и на ноги. То есть там базовые упражнения, такие как тяги, гиперэкстензия, также у меня там приседания идут. Что касается второй тренировки, она у меня идет на руки, на грудные мышцы и также, опять-таки, на ноги, но на ноги в изоляции. И тут, скажем так, в этой тренировке очень много сетов. То есть я там совмещаю на определенные группы мышц. Сразу хочу оговориться, это именно та тренировка, которую мне посоветовала моя тренер, которая со мной работала все лето. И пока я придерживаюсь именно этого варианта тренировок, потому что я вижу именно на себе, что именно эта тренировка мне подходит. Именно этот состав упражнений, мне его достаточно легко выполнять. Я достаточно быстро это все делаю. И, в общем-то, эффективность всего моего, скажем так, всей моей работы в зале меня пока на данный момент устраивает. Единственная проблема в том, что у меня был большой перерыв. И в связи с этим мне сейчас нужно восстанавливать свою форму. Но, в общем-то, и для этого мне вот эта организация моих всех упражнений, подразделения на две таких тренировки, оно меня устраивает, оно мне нравится. Что касается именно йоги. Йога, как я уже сказала, мне нравится за счет того, что она мне помогает справиться с моими проблемами со спиной. Также я считаю, что йога полезна для девушек. И, в принципе, достаточно правильно сочетать именно силовой тренинг и йогу. Ну, естественно, в разные дни. Я знаю, что, в принципе, сочетать в один день не рекомендуют йогу. Я единственное, что могу сделать, это сначала, допустим, побегать минут 20. И потом пойти на йогу. Это единственный вариант, это сочетание, скажем так, тренировок, которые я для себя рассматриваю. И зачастую я действительно перед йогой, мне нравится именно такая легкая пробежка перед йогой на дорожке. Что касается именно, я не великий йог, я не могу там делать очень многие асаны, скажем так, как это положено, но на таком начинающем уровне. Мне нравится именно то, как растягивается мое тело, как прорабатываются мышцы. И почему я рекомендую именно сочетать силовый тренинг и йогу? Потому что из-за силовых тренировок мышцы деревенеют. Ну, так вот, очень, скажем так, образно говоря. И, в принципе, рекомендуется растяжка. А йога – это вообще особый вид тренировок, особый вид растяжки. И также для эмоционального состояния я бы рекомендовала йогу. Мне, допустим, она помогает очень сильно расслабиться. Я в очень, таком, скажем так, хорошем настроении после йоги. Но именно помогает мне прийти в гармонию с собой. То есть после тренировки, после йоги... Ну, йогу я бы даже не назвала именно тренировкой. Это немного... Тут слово даже «тренировка» не подходит. Это именно такое занятие. Что касается именно моего состояния после йоги, я очень расслаблена. То есть я всегда прихожу и засыпаю сразу после йоги. Также у меня после йоги сразу появляется вот осанка, я ее держу. Я не знаю, с чем это связано, но я действительно держу свою осанку после занятий йогой. И также мне, что нравится, у меня проходят боли в спине. И мне нравится именно, что мышечная боль после силовой тренировки, она из-за йоги почему-то как-то становится намного меньше, ее легче переносить. Но это мое субъективное мнение, исходя из моих личных ощущений. Что касается кардио. Кардио я люблю. Я люблю и бегать. И я люблю эллипс. Наверное, у меня самая любимая кардио. Степу я тоже достаточно положительно отмышусь. Не скажу, что для меня тяжело. Скажу, что для меня тяжело на степе, но все-таки это достаточно более изматывающая тренировка, нежели эллипс, мой любимый, я его очень сильно люблю. И нежели даже бег. Бегом я пока не увлекаюсь, потому что я боюсь пока за свои суставы. Бегу я интервально, если кому это интересует. Стараюсь я бегать, наверное, именно 50 на 50. То есть или меньше идти, больше бегать. То есть, допустим, минуту я иду, там минуты 3 бегаю, или 2 минуты иду. Со скоростью я иду где-то 6-6,5 километров. Бегаю я на скорости 9-9,5 километров. Мне комфортны вот именно такая скорость и быстрой ходьбы, и бега. То есть пока выше, скажем так, скорость бега я точно не буду развивать, чтобы не сбивать свое дыхание. Что касается моих любимых упражнений, так вот часто вопрос звучит именно в фитнес-дневниках, в комментариях, то мои самые любимые упражнения – это гиперэкстензия. Я очень люблю это упражнение, и не знаю даже почему, но вот нравится мне именно плестиг и прокачивать, скажем так. Также я люблю подтягиваться в гравитроне. У меня достаточно слабый верх, я уже говорила об этом, и я, в принципе, не могу подтягиваться нормально, поэтому, наверное, просто я получаю моральное удовлетворение от подтягивания в гравитроне. Также к своим любимым упражнениям я могу отнести разведение ног. То есть где вы, грубо говоря, разводите ноги именно за счет работы ягодичной мышцы. Я люблю перекрестные выпады, потому что эти выпады рекомендует Екатерина Усманова очень часто, именно для коррекции формы ягодичной мышцы. Поэтому, чтобы скорректировать это, чтобы она была более округлая, именно перекрестные выпады работают очень хорошо, и я их и дома делаю. Правда, у меня дома гантели не очень большие. Если в зале я это делаю с гантелями 4 килограмма, то есть 4 в одной руке, 4 в другой руке, то дома я это делаю, по-моему, с гантелями 2 килограмма, вот где-то так. Я хочу себе, конечно, купить 4 килограмма и домой, может быть, даже побольше, но пока я не могу дойти до спортмастера и сделать. Далее мое любимое упражнение – это жим ногами. Я, правда, жму очень смешную сумму этих килограмм. Особенно у меня смеется мой молодой человек, когда я ему рассказываю, что я там жму. Но в любом случае само упражнение мне очень-очень нравится, мне его легко достаточно выполнять, и, в общем-то, я вижу эффективность. Я чувствую, какие мышцы работают именно в этом упражнении. Мне, в общем-то, мне не нравится, когда я делаю упражнение, я не понимаю его механику, что у меня там работает, что не работает. Особенно вот, ну, есть такие упражнения, я их не очень люблю. Вот именно в тех упражнениях, которые я сейчас вам перечисляю, почему я их, наверное, люблю, потому что я понимаю, что работает, что качается, я это чувствую. И вот на самом деле одно из золотых правил, скажем так, в правильном тренинге, в силовой тренировке, который мне научил мой тренер, это думать головой. То есть мышцы, они не работают без головы. Вот. И в каждом упражнении вы должны понимать, что у вас конкретно работает и как оно работает, и это будет залог именно на правильной тренировке. В общем, такая минутка философии с качалки. И последнее упражнение, которое я люблю, очень сильное, которое я всем советую, это разгибание рук именно на трицепс. Мне нравится это упражнение, потому что я так же, как и во всех предыдущих, чувствую, что у меня работает, как у меня работает, за счет чего у меня все это работает. Я вижу эффективность этого упражнения. В общем, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Пишите, задавайте вопросы свои в комментариях. Если вас что-то интересует по поводу моего питания, моих тренировок, в принципе, моего образа жизни, здорового в меру. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и перископ. В инстаграме я выкладываю свои правильные рецепты. Также пишу какие-то заметки по поводу здорового образа жизни, по поводу фитнеса, зала и всего остального. И все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео.